Всем привет! Сегодня у нас будет видео, как собрать аккумуляторную дрель-шуруповерт Makita DF-001G. Прежде чем начать это видео, советую посмотреть ролик, как разобрать данную модель. Ссылка будет в описании. Приступим. Для начала соберем редуктор. Далее устанавливаем вот это кольцо. Необходимо, чтобы направляющие попали в пазы. Теперь устанавливаем блокировочную муфту. У нее есть две стороны. На одной есть вот такая гравировка, а с другой стороны нет. Изначально она при разборе стояла именно вот этой стороной, где есть гравировка. Вот таким образом. Теперь вот в эти места устанавливаем два бочонка. Один. Вот таким образом. Попали. Вот таким образом работает блокировка. Если мы сейчас будем крутить за патрон, муфта будет блокироваться. Для того, чтобы она разблокировалась, необходимо поставить сюда следующую деталь. Вот эту. И если мы будем вращать за ней, муфта будет вращаться. Попадать нужно, чтобы места, где установлены бочонки, попали на места, где наименьшее расстояние между этими пазами. Вот здесь оно чуть побольше, это для муфты. А где поменьше, для бочонок. В интернете говорят, что эти места лучше не смазывать. Из-за этого и проскальзывает муфта. Ну, не знаю. Я попробую сейчас смазать. Посмотрим, что из этого будет. Установили. Вот. Патрон у нас не вращается. А если мы будем вращать за это колесо, то все спокойно вращается. То есть муфта работает. Теперь смазываем вот эти оси, на которых будут вращаться шестеренки. Далее устанавливаем вот эту шестерню внутреннего зацепления. Можно также ее немножко смазать. Ну, а теперь монтируем маленькие шестеренки. Вот. Вот. Смонтировали. Можно также немножко смазать. Далее устанавливаем вот такое кольцо. Это блокировочная муфта. И она, ее можно тут вроде как бы и в два положения поставить. И так, и вот так. Правильно ставить именно, если вот это верх у нас редуктора, вот таким образом. И теперь надеваем внутренний корпус редуктора пластиковый. Его тоже нужно поставить таким образом, чтобы вот здесь вырез есть такой, он должен находиться сверху. Вот так. Не знаю, можно ли его наоборот поставить. Теоретически, да. Но не перепутайте, он должен находиться именно сверху. На надпись снизу. И закручиваем на четыре винта. Вот они винты. Кстати, закручивать сейчас не надо, я немного ошибся. Закручивается в самом конце. Теперь нам необходимо собрать муфту переключения скоростей. Состоит она из вот такой пластиковой детали. Внутренней шестерни с блокировочными шлицами. И двух маленьких металлических гвоздиков. Собирается она просто. Шлицами блокировочными. В противоположную сторону от вот этого выступа. Вставляем. Здесь есть внутри паз. В который как раз и вставляются гвоздики. Раз. И два. Смазали немножко и фиксируем. Как раз вот в этот паз попадает вот эта часть. Вот она у нас попала. И вот таким образом она работает. В таком положении зафиксирована шестерня. В этом положении она вращается внутренне. Теперь монтируем шестеренки. Смазали направляющие оси. И аккуратно вставляем. 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 Также можно немножко смазать. 这里. Далее вставляем еще одну внутреннюю шестерню. Под нее в корпусе пластиковым специально есть пазы. По другому ее никак не вставить. Вставляем. Немножко смажем. направляющие под шестереночки а точнее под игольчатые подшипники на последней вот этом колесе установлены шестеренки на игольчатых подшипниках вот на таких вот миниатюрных очень маленьких кстати есть такие же редуктора раньше делали у них есть точно такие же примеру как вот эта шестеренка только именно под этот вал без игольчатого подшипника я думаю они как бы подойдут можно использовать и их теоретически ну и монтируем теперь все остальные шестеренки но и и и и и и и Теперь мы берем заднюю крышку, металлическую шайбу, шайбу вставляем сюда и вот теперь именно нужно крышку эту закрутить. То есть я рановато это сделал. Сейчас откручу и закрутим обратно. На этом сборка редуктора закончена. Откладываем его в сторону. Кстати обратили внимание на вот эту отвертку, которой я наносил смазку. Ставьте лайк у кого была такая же в советское время. Это до того, как появились всякие книпексы, веры. Был вот такой наборчик. Много сменных насадочек было. Не знаю, в то время это просто нереально крутая была отвертка. И чехольчик у нее еще был. Где-то это все у лежит, но не знаю где. Продолжаем сборку. Берем контроллер и подключаем к нему все те запчасти, которые мы до этого отключили. Например, колодку для подключения аккумулятора. Подключается она очень просто. Минусовой черный провод подключаем на минус. Плюсовой на плюс. Красный плюсовой. И контрольные провода. Здесь у нас есть вот такие клеммные колодки. Все клеммные колодки, которые находятся на контроллере, они разные, поэтому вы их не перепутаете. Есть. Теперь устанавливаем датчики, которые отвечают за защиту от резкого рывка. То есть, здесь акселерометры всякие. Они подключаются вот сюда. И светодиод, который отвечает за фонарик. Он подключается вот сюда. Здесь также все сделано так, что по-другому вы не вставите. Там вверх ногами как-то. И теперь нам необходимо подключить выключатель. Белый провод подключается на B1. Красный провод подключается на B2. Все подключили. И устанавливаем все это в корпус. Пробуем. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... На самом деле здесь все сделано очень удобно, под каждый проводочек, под все есть свое место. Очень сложно как бы все это подключить как-то наоборот или по-другому. Фонарик ставится на свое место, вот эта клемма ставится вот сюда. А датчики вот свои пазы, один и второй. Вот таким образом. Только это нужно сделать после установки статора. Чтобы здесь было куда лечь по проводам. Вот так. Вот так. Значит внизу у нас красный кабель фиксируется. Вот там есть пазик небольшой. А вот эта часть разворачивается вот так. Фиксируется просто вот таким образом. Ну под нее как бы особо и нет места. Также мы забыли подключить на выключателе вот этот клеммник сейчас подключим. Надо было его сразу подключить, потому как сейчас не совсем удобно. И вот так вот. Подключили. Устанавливаю переключатель сразу при монтаже выключателя. Их нужно ставить одновременно. Вот так. Теперь собираем вот этот переключатель скоростей режимов. Устанавливаем вал. На вал одевается пружинка. На пружинку одевается вот такая муфточка. Под неё в корпусе есть пазики и она там фиксируется. Теперь одеваем переключатель пластиковый с магнитиком. Его нужно одеть после, точнее до установки вот этой самой платы. Вот так. Далее собираем переключатель. Он состоит из вот таких деталей. Сначала фиксируем пружинки. Первое вот это колечко пружинки должно попасть в эти пазики. Вот так. Точно так же и вторую. И фиксируем вот эти пружинки. Одна и вторая. Теперь это всё одеваем на вот этот корпус. Нужно чтобы вот эта пипка попала внутрь пружинки. Вот так. Фиксируем это на корпусе. Здесь нужно посмотреть, чтобы провода нам не мешали. Мы их не повредили. Вот так. Инструмент в принципе почти собран. Фиксируем это верхней крышкой. Аккуратно, чтобы ничего где не передавить. Всё должно зафиксироваться чётко. Нигде ничего не должно не выпирать. После того, как мы в этом убедимся, можно закручивать. Корпус фиксируется на маленькие саморезы. Вот здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. А сам редуктор на четыре самореза побольше. Вот такие. Закручивать нужно, чтобы не сорвать резьбу. Сначала крутим назад. Слышали? Провалился. Теперь можно затягивать. Следующий. Сначала крутим назад. Провалился. Закручиваем. Если этого не сделать и начать сразу затягивать, мы просто сорвём резьбу, которая нарезалась этим самонарезающим винтом. Вторую. И один раз то ничего страшного не будет. Но если это делать много раз, просто сорвётся резьба. И винту не за что будет держаться. Точнее саморезу. То же самое делаем и с большими винтами. саморезами. Сначала вращаем назад и вперёд. всё закручено, зафиксировано. Теперь устанавливаем ротор. Ротор вставляется просто. Я там, когда собирал редуктор, уже смазал. Поэтому шестерину саму эту смазывать я не буду. Чтобы при установке не вымазать внутри плату с датчиками. Аккуратно вставляем. Здесь магнит. Он автоматически сам затягивается. Но нужно вот так вращать, чтобы поймать, чтобы шестерни попали своими зубьями друг на друга. В принципе, она уже провалилась до конца. Можно фиксировать крышкой. В данном положении не вздумайте включать. Иначе просто ротор начнёт вращаться. И магнитом апстатор будет тереться. И вы там всё поцарапаете. Сначала нужно закрыть заднюю крышку. Если у вас старый шуруповерт, убедитесь, что вот это посадочное место под подшипник не выработано и целое, не оплавленное. Чтобы ротор чётко фиксировался по центру. Закрыли и фиксируем на 4 самореза. Всё точно так же закручиваю. Заднюю крышку закрутили. И теперь можно закрутить держатель бит. Здесь уже метрическая резьба. Крутить можно сразу. Там внутри в корпусе гайка. И с обратной стороны монтируем крюк. Это кому как нравится, с какой стороны. Всё устанавливается так же и наоборот. Закрутили. Пробуем подключать. Убедились, что скорость установлена до конца. Пробуем нажимать. Закрутили. 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 как мы видели на первом режиме от того что там смазка была настолько чувствительный этот слабенький режим что плохо врать ну сразу останавливалась сейчас смазка разработалась и все работает на режиме закручивания вот первый режим я руками держу патрон все работает ну а теперь закрепили рукоять и в принципе наш инструмент готов а